друзья приветствую вас на моем канале с вами тарас березовец и сегодня я выбрал темой для нашего общения вывод американских и союзных войск из афганистана но сначала попрошу вас подписаться на мой канал если вы смотрите этот ролик и до сих пор не являетесь подписчиком моего канала ну а теперь погнали и так за 20 лет оккупации вы не стана это было именно оккупация войсками сша и их западных союзников соединенные штаты потратили на эту войну на этот военный конфликт свыше двух триллионов долларов по сути рекордная кампания и это была самая длинная война в американской истории да я здесь не ошибся многие могут сказать а как же там первая вторая мировая на но если вы посмотрите в действительности масштабы первой второй мировой войны первая мировая война длилась всего лишь четыре года вторая мировая война длилась всего лишь шесть лет напомню с 1939 по 1945 но остальные конфликты в которые были вовлечены американцы будь то корейская война или даже вьетнамская самый длинный конфликт очевидно в которой американцы были вовлечены длилась не более 8 лет вот как раз таки американское участие в вьетнамской войне это именно ровно восемь лет с 1965 по 1973 таким образом именно афганская война 20-летняя является абсолютным рекордом практически будем ли 20 лет поскольку теракты произошли 11 сентября 2001 года вывели американские войска практически ровно через 20 лет после этого 31 августа 2021 года таким образом эта война продлилась если быть совершенно точным 19 лет и что-то там около 10 месяцев но все говорят 20-летний конфликт будем называть его таким образом 20-летним как еще раз сказал за эти 20 лет американцы потратили столько денег своих налогоплательщиков свыше двух триллионов долларов рекордная сумма на самом деле основная часть правда пошла естественно на обеспечение деятельности оккупационного контингента он достиг своего пика в 2011 году тогда 110 тысяч американских военнослужащих не считая военнослужащих других стран находилась на территории афганистана если рассматривать те собственно говоря средства которые были потрачены непосредственно на содержание афганистана а речь в данном случае идет о том что американцы по сути сделали попытку полной перезагрузки системы иными словами они пытались построить государство фактически с нуля и в значительной мере несмотря на нынешние печальные итоги вывода оттуда американцев и захват страны талибаном им это удалось правда сейчас уже в вашингтоне популярна такая шутка что американцы потратили 20 лет своей истории свыше двух триллионов долларов только для того чтобы освободить талибан и привести к власти талибан вот такая не политкорректная шутка сейчас очень популярна в вашингтоне и по факту как это не печально в действительности это так тем не менее из этих более чем 2 триллионов долларов 143 миллиарда было потрачено собственно говоря на потребности самого афганистана мало кто знает о том что американцы фактически отстроили с нуля и построили совершенно новую страну в буквальном смысле совершенно новую инфраструктуру 143 миллиарда было потрачено несмотря с непосредственно на создание инфраструктуры в самом афганистане и еще 80 миллиардов ушло на создание вооруженных сил афганистана это по сути 300 тысячная армия которая как мы видели совершенно безропотно без боя разбежалась а многие подразделения в частности элитные спецвойска даже перешли на сторону талибана 300 тысяч этих войск 300 тысяч этой армии с нуля было создано американцами и вот мы видим сейчас печальный итог было брошено 4700 только бросом бронеавтомобилей хамви 7000 пулеметов неисчислимое количество боеприпасов боевые вертолеты также системы пво ну то есть там по полной программе все прошло а что же в действительности оставили просто себя американцы об этом известно крайне мало вот я собирал буквально по крупицам эту информацию и вот что собственно говоря оказалось вдумайтесь за 20 лет американцы построили в афганистане 13000 школ 13000 школ вдумайтесь при этом число учащихся школ выросла с 800 тысяч до шести с половиной миллиона человек а общая грамотность населения афганистана выросла с 8 процентов до 43 то есть думаетесь если до этого был практически один из десяти грамотные в афганистане то сейчас практически каждый второй после 20-летней оккупации американцами союзниками является грамотным человеком кроме того высших учебных заведений кстати во времена советской оккупации советы любили рассказывать о том как сильно они отстроили инфраструктуру афганистана что было построено 40 инфраструктурных объектов в действительности был построен газ это правда но опять же для обеспечения потребностей советского оккупационного контингента первую очередь и аж один университет был построен а знаете сколько американцы построили с 20 лет университета в афганистане я нашел эту цифру свыше 60 университетов свыше 60 университетов при этом число студентов на начало американской оккупации 2001 года составляла всего лишь 10000 на страну с населением нынешним 33 миллиона значит ну тогда было меньше значит думать из 2001 год 10000 студентов а в 2015 году их было в 30 раз больше 300 тысяч студентов кроме того только юсейд построил в афганистане более 600 клиник с нуля 600 клиник и больниц было построено кроме того в тысячах различных сел аулов кишлаков были пробурены артезианские скважины а это была по сути крупнейшая одна из главнейших проблем афганистана обеспечение доступа к качественной питьевой воде был построен также в крупных городах был везде построены водопроводы и сейчас процент населения имеющего доступ к чистой питьевой воде вырос 16 до 89 процентов практически стопроцентное покрытие это все результат еще раз повторю деятельности американцев их союзников при этом за 20-летний конфликт в афганистане это тоже очень важно американцы потеряли словно сравнительно немного своих военнослужащих ну для такого огромного конфликта они теряли в среднем 100 военнослужащих за год при этом пиковые понятно были первые годы вторжения свыше 2400 американцев погибли в афганистане еще свыше 20000 получили ранения всего американцы их союзники потеряли убитыми в афганистане свыше трех с половиной тысяч военнослужащих 2 по численности контингент который потес наибольшие потери это понятно британцы 530 американцев британских военнослужащих также навсегда остались в афганистане таким образом общая потеря за 20 лет оккупаций всего лишь три с половиной тысячи военнослужащих сколько же потеряла местное население давайте сравним с советской оккупации если за 10 лет советской оккупации население афганистана уменьшилось на 20 процентов это нынешние цифры подсчитаны по разным оценкам самым скажем скромным количество убитых душманов и местного гражданского населения убитых советскими оккупационными войсками превышает 1 миллион 100 тысяч по некоторым цифрам достигает 2 миллионов то есть они считают нот от 1 до 2 миллионов погибших то есть минус 20 процентов населения то сейчас за 20 лет там 10 лет было оккупации тут за 20 лет данные он 110 тысяч мирного населения было убито и также была потеряна приблизительно цифра 65 тысяч военнослужащих афганской армии то есть совокупно более так реалистичные цифры это около 200 тысяч населения то есть потери приблизительно ну в два раза меньше среди местного населения но важно здесь за 20 лет оккупации американцы создали такие условия которых я рассказал то есть школы новой школы 13000 школ 600 клиник 60 университетов население увеличилось наоборот 20 лет оккупации на 50 процентов на 50 то есть в половину выросла при оккупантах тогда при советских она уменьшилась на 20 процентов правда там еще было огромное количество беженцев которые обижали в средние страны в основном понятно в пакистан таким образом еще афганистан очень важная цифра одна из самых молодых стран в мире 70 процентов населения этой страны моложе 16 лет думаетесь то есть как получается 70 процентов населения свыше 70 процентов населения афганистана родилась уже во время оккупации американцами и западными союзниками то есть эти люди на самом деле не знают что такое то либо они не жили при талибах они не помнят этого совершенно и естественно отсюда но вот задают вопрос почему столько беженцев да почему такое я не говорю о сотнях тысяч афганцев которые обслуживали работали на потребности американских военных баз работы переводчиками техническими сотрудниками поварами водителями кем угодно то есть сотни тысяч афганских граждан работали на американцев западных союзников американцы практически всех своих уже гражданских афганских сотрудников вывезли всего кур она уже свыше 120 тысяч местного населения вот и эвакуирован весь контингент по финалу американцы имели там цифра я нашел 13 тысяч то есть они начинали 110 тысяч оккупационный контингент закончили 13000 и уже покинул последний американский солдат территории афганистана это случилось накануне как раз таки все согласно прошло американского плана который был разработан надо сказать здесь не администрации байдена администрация байдена его уже заканчивала и она несет по правде полную ответственность за то как это произошло так вот последним американским военнослужащим который покинул территорию афганистана стал генерал-майор командующий 82 дивизией вдв армии сша крис донахью это вот такой исторический кадр когда крис донахью покидает заходит на борт последнего транспортного самолета забирающего последнего американского военнослужащего с афганской земли поэтому сейчас уже это получило название операция дюнкерк такой вот афганский дюнкерк ну по сути параллель с операцией по эвакуации британских и французских союзных войск с территории оккупированной европы которые были эвакуированы после нацистского наступления были эвакуированы из французского динкерка усилиями только новоназначенного премьер-министра уинстона черчилля и случилось это как раз в 1940 году тогда тоже была рекордная операция была эвакуирована свыше 100 тысяч это был экспедиционный корпус британский и плюс союзники французские которых правда не всех вывезли многих бросили на материке но вывезли практически тогда была уникальная операция динамо называлась которая проводил генеральный штаб вооруженных сил великобритании так вот сейчас многие проводят параллели с этим дюнкерком вот эти все три президенты которые стоят на полке за мной обама трамп и байден все участвовали в введении американских войск здесь не хватает только фигурки джорджа буша младшего при котором собственно говоря американцы и зашли в афганистан таким образом четыре американских президента во время их каденции осуществлялась вот эта крупнейшая операция крупнейший военный конфликт при участии американской армии 20-летней по оккупации афганистана сейчас очень много критики в адрес джо байдена джо байден заявил что он принимает на себя долю ответственности его предшественник дональд трамп разнес в пух и прах стратегию байна заявил о том что это крупнейшее военное поражение в современной американской истории и на рассказ что байден как опытный популист сейчас бьет по самым болезненным местам байдена и результат уже заметен впервые популярность байдена упала ниже 50 процентов и абсолютно доли истины в этом есть многие специалисты обращают внимание на то что американцы и их разведка фактически провалились неправильно оценив способность талибана быстро захватить полностью взять контроль над всей территории афганистана и это один действительно из крупнейших провалов американской разведки и кроме того многие говорят о том что были брошены многие афганские сотрудники которые работали на американское правительство частично это также соответствует действительности мы видели как тот же спецназ украинских вооруженных сил был задействован для эвакуации афганских военных переводчиков которые работали при канадской военной миссии не американский не канадский спецназ не оказались способны эвакуировать этих афганских сотрудников их бы ждала смерть это понятно что талибан бы их всех уничтожил и именно украинская военная разведка провела эту блестящую операцию украинский военный спецназ без единой потери вывел их и они были эвакуированы и доставлены в канаду о чем с восторгом пишет сегодня канадская пресса это надо сказать большая победа очень хорошая новость в преддверии визита зеленского в вашингтон в америке очень много обращают внимание очень сильно на то как союзники выполняют свои обязательства на сказать что украина свои обязательства и другие западные страны в афганистане все свои обязательства перед американцами выполнили сполна ну а для нас это было скажем знаете такой последний очень позитивный аккорд который еще раз подчеркнул важность одной стороны украины и для сша в том числе в военных операциях и самое главное это очень сильно подняла на огромную высоту престиж сегодня и респект которые оказывают сегодня нашим украинским военным оказывают и их американские коллеги военные и канадские и другие контингенты там турецкие британские все те кто находился в аганистане это все видят наши союзники это очень классная новость по большому счету для всех нас таким образом этот американский это американская операция этот афганский дюнкер к действительно завершён но неприятное послевкусие относительно вывода оттуда американских союзных войск остается остается перочь потому что план огромный самый дорогой 2 триллиона долларов три с половиной тысячи жизней американских и западных военных практически 200 тысяч жизней афганцев были потрачены а результат не достигнут крупнейший эксперимент я бы сказал то геополитической америке потом чтобы построить с нуля афганистан провалился оказалось что привить западной либеральной ценности в афганистане стране которая хочет жить по большому счету в средневековье так и не удалось но история афганистана на этом не заканчивается есть сегодня северный альянс есть паншерское ущелье где засели противники талибана который не собирается слагать оружие другое дело что американцы западные союзники сейчас практически измождены и после эмоционально скажу такой выматывающей операции по выводу войск не факт что они готовы будут оказать быстро помощь северному альянсу и снова втягиваться в новый конфликт тем более что в руках талибана оказалось еще раз повторю супер современное американское вооружение но это грозит разворачиванием гражданской войны дальнейшего не стане которая только разгорается с новой силой и от действий северного альянса по большому счету зависит успех талибана как быстро они смогут развить свою историю успеха за границы афганистана в первую очередь расширив свою агрессию на север на север там где находятся бывшие советские республики центральной азии это туркменистан узбекистан и таджикистан где они неумолимо столкнуться уже с россией поскольку таджикистан является союзником россии по военному блоку о дкб ну а американцы решили для себя частично задачи ключевая говорят зачем это было нужно зачем были потрачены эти деньги зачем были эти жизни 20 лет американцы это ключевая задача держали талибан вот привязанным там то есть все теракты все усилия и алькаиды и талибана были сосредоточены в а не стане таким образом американцы по сути спасли от новых терактов и самих себя и западных союзников поскольку все внимание террористического сообщества было сосредоточено там там была кровоточащая рана там были основные потери которые несли и американцы и западные союзники и гражданское население афганистана поэтому главная задача сдержать скажем так эту агрессию террористическую она была достигнута ценой огромных усилий финансовых напряжение нереального кадровых усилий человеческих ресурсов и поэтому с этой точки зрения американцы могут считать эту задачу выполнены ну а престиж америке к сожалению в этой истории все равно пострадал а как мы знаем из американской истории когда америке наносится нельзя назвать это поражением но это достаточно болезненный удар америка всегда будет пытаться компенсироваться на других фронтах огромный геополитический гигант единственный сегодняшний день супер держава наверняка попытаются реабилитироваться в другом месте где именно большой вопрос на то что это произойдет это что столкновение американцев и их врагов террористов из аль-каиды из талибана россии и китая неизбежно неминуемо это абсолютно очевидно вот такие друзья выводы такой у нас сегодня расширенный блок получился анализ по истории афганистана и поэтому самому афганскому дюнкерку как я назвал свой сегодняшний блок надеюсь вам было интересно на этой неделе мы проведем еще стримы которые будут посвящены самым актуальным темам и авганистана в том числе но конечно будем обсуждать итоги визита владимира зеленского вашингтона там топ тема номер один на котором обязательно поговорим спасибо друзья что были с нами обязательно подписывайтесь на мой канал если вы попали на него впервые обязательно поставьте на колокольчик подпишитесь чтобы получали уведомления обязательно подписывайтесь на мои страницы в соцсетях и поддерживайте наш канал на патреоне с вами был тарас бризовец друзья спасибо за просмотр этого блога и до встречи